Всем привет! Сегодня посмотрим коробку с набором от фирмы Trampeter M1126 Striker Infantry Carrier Vehicle ICV Артикул, значит артикул у нас, ну не видно, 00375 Так, что, значит если коротенько по прототипу То есть американский бронетранспортер, Striker, машина разработанная, поступившая на эксплуатацию на вооружение в 2002 году Родословную свою, как ни странно, ведет от канадского бронетранспортера-броневика LAV Который в свою очередь ведет свою родословную от швейцарского броневика Piranha То есть этот LAV, кстати, был уже на обзоре Соответственно машина базируется во многом на тех разработках Но новая машина, название Striker происходит, кстати, довольно забавная история От двух, увековечивает память двух бойцов Получивших награды в армии США в разные периоды Причем в жизни, то есть один Striker это вьетнамская война Боец был, специалист награжден, погиб И второй в Великую Отечественную войну Вот решили машине дать название Striker В принципе, у американцев это частая традиция Но обычно обзывают все-таки у них какие-то бронетехнику Какую-либо фамилиями каких-то известных военачальников То есть, да, там всяческие Паттон, Брэдли, Абрамс и так далее Да, вот здесь, в принципе, достаточно низовой состав Фамилия была увековечена Ну, кстати, да, вот типичная для Америки тема В принципе, у нас, кстати, она не распространена Хотя, в целом, практика, наверное, неплохая Потому что, чем выговаривать какой-нибудь в обиходе Да, там, при каком-то коммуникации армейской Да, там, какие-то М11-26 Да, конечно, проще сказать, там, 10 Striker Или, там, 5 Брэдли, там, 6 Абрамсов И всем сразу понятно, да Не надо, там, уговаривать ТТ-90, ТТ-80, БТР Ну, тоже, как бы, коротко Но, в принципе, наверное, не знаю Ну, да ладно, это все лирика Так, в общем, машина, знаете, что по машине Колеса на форму 4х4 Конкретно эта машина бронетранспортер Но вообще это было целое семейство Это была целая платформа Выпускалась на базе от машин, собственно Бронемашин поддержки пехоты с башенкой До различных штабных машин Брэмов, разведывательных машин Командно-штабных машин на этой формуле Даже колесный танк выпускался С большой орудийной платформой сверху Компоновка, значит, классическая Двигатель спереди, тесан сзади Экипаж вот конкретно в этой реферии Всего 2 человека То есть стрелок, точнее водитель И командир стрелок И 9 человек десанта Значит, машина использовалась активно Уже во вторую иракскую кампанию Ну и, в принципе, в Афганистане, насколько я помню Тоже использовалась Соответственно, бронирование обеспечивает От крупнокалиберных пулеметов Автоматических пушек Стрелкового оружия Ну там разные формулы бронирования Часто ставятся противокумулятивные экраны На эти машины Но конкретно на этой версии их нет Значит, что еще можно сказать про машину Ну, то, что, в принципе, отзывы в войсках Они были хорошие Говорят, что она, в принципе, хорошую выживаемость Экипажа обеспечивает при попадании РПГ, подрывах, обстрелах и так далее То есть, в принципе, до сих пор Эта машина в армии Фухопутных силах США Активно эксплуатируется На уровне механизированных бригад И она, как бы, занимает Такую промежуточную позицию Между хамви Броневиками, то есть колес Ну, легкими вот этими машинами И более тяжелыми Брэдли Ну, соответственно, что по набору Сам набор 2007 года разработки И на его базе у Трампетра Куча наборов Там, по-моему, по 10 или больше штук Тоже, которые реплицируют различные версии То есть, собственно, как вот эта первая версия Бронетранспортера Так еще куча других, соответственно, Трампетра выпускает Ну, соответственно, седьмой год Это не самый новый набор Ну, в принципе, не то, что сказать Что самый старый Значит, по коробке Что мы видим? Что длина готовой модели будет 20 см Ширина где-то 8 И вот они пишут, что 410 и плюс деталей Не всегда, кстати, Трампетер это указывает На боковике у нас Небольшие фотографии Окрашенной готовой модели Значит, небольшая историческая справка Буквально супер маленькая И, значит, надо на боковике Немножко по комплектации Опять проекции моделей готовы Видно, что экипаж Ну, кстати, вот тут у нас экипаж Три человека Хотя, вроде бы, должно быть два Я уже не помню Может, я, конечно, перепутал В этой версии Ну, тут видно, что помимо Вот экипажа Там какие-то аксессуары Какая-то мелочевка детализирована Видно, что фототравление Есть в комплекте Какие-то симуляции Привезных каких-то ремней Вот есть у нас Надо смотреть, как это сделано Окрасочные маски у нас, как ни странно Трампитер довольно редко их кладет И тоже забавная деталь В этом наборе нам из картоночки Складные положили наборчик Для, я так понимаю Эмофсимуляции пакетов Армейских рационов питания Американских МРЕ Ну, то есть, видимо, чтобы разнообразить модель Видимо, на какой-то фотке они увидели Что там, может, МРЕшки навалены Насчет интерьерной Не интерьерной, а модель Я, честно говоря, вот прямо сейчас Сходу и не помню Это сейчас мы из инструкции узнаем Когда, собственно, нырнем в коробочку Значит, что у нас в коробке В коробке у нас достаточно По-трампитерски типично То есть, бумага Опять же, вот такие мини-боксы у нас внутри Отделения, которые, соответственно, делят Это все дело Пакеты с пластиками С пластиком С литниками Значит, вот, соответственно Крупные части в отдельных боксах Маленькие пакетики Прозрачные детали на месте Еще маленькие литнички Собственно, те самые аксессуарчики Фототравление Значит, декали Есть в наборе И, по-моему, в этом же пакетике Окрасочные маски И симуляция вот этих самых привязанных Ремней, лент Значит, резиновые колеса Ну и, собственно, вот и все Начнем, как обычно, с бумаги Инструкция такая Относительно толстенькая Как обычно, все по-трампитерски Проекция моделей Исторические спазки Конкретно в инструкции Они не переносят обычно Значит, раскладка литников Тут более подробная У нас, опять же, вот можно видеть Да, вот литники Есть прозрачный пластик Все вот это перечислено Маски, привязанные ремни Опять же, декаль Достаточно, кстати, объемная Для, казалось бы, бронированной техники То есть, куча технички всяческой Тут фототравлений Ну и морешки Вот эти складные тут есть И шины Значит, и сразу начинается сборка Сборка, как обычно Часто, кстати, бывает Начинается с ходовой Начинаются вот эти колесные узлы Соответственно Оси и так далее Раздатки и прочее Значит, дополнительные броневые Тут какие-то сразу пластины На нижнюю часть устанавливаются Тут рессоры, амортизаторы Вот это вот все Вполне сильные какие-то броневые листы То есть, в общем, нижняя ванна Полностью детализируется Которая у нас В одну деталь Вот, кстати, немножко по ходовой Видно, какая-то общность Чувствуется с LAV Которые уже смотрели Вот там, по-моему, похожие детали были Да, вот детали поворотных колес Ну, опять же, не очень понятно Будет ли опция поворачивания колес Передних Четыре передних колеса Две передних оси Они, я так понимаю, должны быть на реальной машине поворотные Ну, тут не очень это понятно Ну, я так подозреваю Что, скорее всего, наверное, такой опции не будет Тут вот опять продолжается деталировка ходовой части Вот такая Тут серки появляются Еще какие-то мелкие детали Еще дальше ходовая подвеска Вот это все дело Амортизации Там вот это все Подрамники и прочее Да Значит Ну, вот у нас есть какие-то опции На, так понимаю Вот не совсем понятно, на что Это, наверное, на Вот этой части Тут мы не клеим На подвеску Или это у нас Или на что То есть какие-то все-таки Несклеиваемые детали Да, вот эти у нас есть Что они должны реплицировать Не совсем понятно По крайней мере я не то чтобы вижу Чтобы тут что-то было Подвижное Именно сейчас Но возможно Возможно Что-то все-таки будет Но я сомневаюсь Что тут какая-то Рабочая ходовая Или рабочая подвеска Может быть просто Простили для легкости сборки Чтобы не склеивать Вот опять Все еще продолжается Нижняя часть Тут есть какие-то Кужухи Я так понимаю С фототравления Которые нам придется гнуть Описано вот То есть ходовка Такая прям богатая Что даже Фототравления У нас там участвуют Всякие дополнительные Прикрывающие элементы Для каких-то амортизаторов То есть Вот эти как раз Подвижные Ну не вижу смысла Особого подвижности Здесь честно говоря Наверное Это просто так Для удобства сделано Ну вот да И собственно У нас где-то здесь Ходовая часть Наверное и заканчивается Появляются у нас Диски Стрелдеталей Колесные Соответственно Есть какие-то опции По сборке Я так понимаю Ну правда Не совсем понятно В чем они состоят Эти опции Но Видимо Какие-то дыры Видимо Есть диски С дырами Есть диски Без дыр Ладно Это мы тоже Увидим Ну и соответственно Предлагают нам Колеса в конце сборки Ходовки Установить Но я так понимаю Все-таки Никакой опции Поворотных колес У нас не будет Видимо Ходовка слишком Сложная Оказалось Для реализации Этого момента Поэтому Я так понимаю Из коробки У нас По крайней мере Ходовая Ни в каком Смысле Не рабочая Кстати говоря В наборе Нет Полимерных Шайб Да Что странно Кстати Достаточно Соответственно Если там Колеса Может быть На тренин Не держатся Как-то То Тут Опции Какой-то Удобной Надевания Установки Нет Никаких Полимерных Шайб В комплекте Ну и значит Переходим Корпус Корпус Мы начинаем С кормовой Части С задней Панели Почему-то Тут у нас Видно Что канистры Опять Дополняются Из двух Половин Со швом Будут Ставиться Вот эта Собственная Парель Это задняя Для десанта Для выгрузки Погрузки Дополнительные Тут серки Я смотрю Осветительные Приборы С прозрачкой Ну и еще Дополнительная Деталировка Кормы Собственно Вот эти самые Держатели Под корзины Под канистры Тут тоже Вот есть Они с фотоотравлением И так далее Должны делаться Я кстати Смотрю Есть опции То есть Есть опции На Кстати Как и здесь Да Тут я тоже Не заметил То есть Есть опции Кожухов Пластиковых И есть опции На фотоотравление Соответственно Если вы не хотите Запариваться С фотоотравлением То В принципе Можете просто Поставить Пластик Вот здесь Вот здесь Ну он конечно Будет наверное Не такой копейный Скорее всего Видимо Очень тонкие Листы металла Из которых Все делается То есть Пластики Конечно Это будет жирное Но зато Избежите Так сказать Дополнительного Вот этого геморроя С фотоотравлением С вазиной Значит Потом Значит Эта вся Кормовая часть С аппарелью Задняя стенка Собственно Устанавливается Предлагает Нам установить Ее на ванну Сразу Непосредственно Назад И что Ну добавить Эти самые Канистры И перейти К сборке Верхней части Корпуса Ну да Модель Все таки Не интерьерная Насколько я понимаю Тут Никакого интерьера У нас в комплекте Не будет Как бы В принципе Деталей Наверное И без этого Довольно много Значит Собирается Верхняя часть Тут всякие Выхлопы Я так понимаю Двигателя Там по моему Это выхлоп Насколько я помню Передние Дополнительные Броневые Листы Я уж не знаю Вроде как Опционально На броню Могли устанавливаться Дополнительные Элементы Из керамики Одноразовые Но вот Не совсем понятно То ли это они Вот эти керамические Пластины То ли Это именно Просто дополнительные Какие-то Стальные Листы Бронировки Ну тут уж Не могу сказать Это надо Хорошо разбираться Лючки Тут дополнительные Какие-то Направляющие Какие-то Держатели Может быть Там мелкие Ручки И так далее Вот Видно Что сетка На По моему Выхлоп Все-таки Это выхлоп Фототравленная Здесь ставится Ну и что-то По мелочевке Вот здесь Мелочевка Опять же Продолжается Еще больше Мелкой Всякой Деталировки Тоже тут Ну конкретно Здесь Стравления нет Но в принципе Видно Что кое-где Оно встречается Значит Это я так понимаю Уже у нас пошла Вот эта крышка Крыша прежде всего Десантного Я так понимаю Отсека Отдельной деталью Она дана И предлагают Сначала Собрать и детализировать В том числе Мелкими деталями С фототравлений Которые Я так понимаю Наверное Большинство Если не все Детали По фототравлению Даны с альтернативами В пластике Это в принципе Достаточно хорошо Потому что Кто хоть не хочет Заморачиваться С фототравлением Как бы Вот всегда Его не принуждают Ни к чему Соответственно Лючки Ну лючки Сделаны отдельно Но как бы Открывать Наверное Их смысла Прям большого нет Если только Их не закрывать Какими-то фигурками Да Потому что Внутрянки Вроде как В наборе Особо нет Как не для Отделения экипажа Так не для Отделений Собственно Десанта Значит Дальше Эту крышу Устанавливать Предлагают На корпус Сверху Значит И появляются Дополнительные Всякие Ну скобы Для Так сказать Шанса И привязки До дополнительного Груза Там на борта Вот это Часто на страйкерах На фотографиях Видно Что пехота Возит Ну или экипаж Возит Там дополнительный Свост Скарп И так далее Значит Шанец Тут много Шансов Всяческого Частично Опять Фототравленка Вот эти Как раз Направляющие Полки Держатели Вот эти Характерные Для страйкера Такие По бокам У него Тоже В основном На них Привязывают Вешают Всякие Скарп Рюкзаки Там скатки И прочее Частенько Можно увидеть Вот это Все Кстати Дано Не фототравлением Несмотря на то Что эти детали Скорее всего Очень Из очень Тонкого металла Сделаны Тут это Все Дано Пластиком Ну и дополнительно Вот задняя часть Вот этой крыши С лючками Десантного отделения Вот тоже Дано Отдельно С лючками Соответственно В принципе Тоже Отдельными Деталями Если Очень Прям Нужно Можно Открыть Принцип Ну и Соответственно Крыши Опять же Ставится Назад Ну тут Вроде Как бы Детали Несложной Формы Поэтому Я думаю По сходимости Надеюсь Что Не должно Быть Каких-то Проблем Ну и Соответственно Тут у нас Светительные Приборы Подписаны Кстати Что это За приборы Соответственно Прозрачка Есть И остальной Пластик И продолжается Это все У нас Ну какими-то Дополнительными Я вот Даже Честно Затрудняюсь Что-то сказать Вот тут К сожалению Не подписано Что это Такое Освещение Не освещение Или какие-то Приборы Наблюдения Или это Воздухозаборы Какие-то Дополнительные Что-то Такое В общем Что-то Или Выхлоп Ну скорее Воздухозабор Что-то такое Дополнительные Элементы Тут ставятся Ну даже Не могу Точности Сказать Что это Такое Это уже Прямо Знать Нужно Значит И переходим Опять же Так понимаю Что Ну это Не башенка Это скорее Люк И место Командира Стрелка Я так понимаю Соответственно С кучей Приборов Наблюдения Вот этими Перископами Соответственно Ну я кстати Насколько Вижу Перископы Что у нас Даны Все из Пластика Здесь Конкретно То есть Я не вижу Здесь прозрачных Деталей То есть Получается Что На прозрачке С перископами Сэкономили Что ли Получится Нам их Нужно Открашивать Будет Просто Эмулировать Краской Потому что Ну вот Не вижу Здесь прозрачки Дополнительно Вот это Ограждение Этих Всех Перископов Тут тоже Появляются Всякие Опциональные Детали Истравления Ну и Собственно Вот этот Командерский Люк Со всеми Приборами Наблюдения Сюда У нас Устанавливается Ну и Вот С другой Части Тоже Вот это Направляющие Под всяческий Скарб Соответственно Полочки Корзины Условные Я даже Не знаю Как ее Назвать Вот у нас Тоже Здесь Ставятся Так Дальше У нас Значит Это у нас Лебедка Написано Отдельный Как отдельный Узел Собирается Ну тут Без Стравленочки Сплошной Пластик И вот Этот Я так понимаю Люк Водителя Механика Водителя Соответственно Вот он Такой Характерный Для Страйкера Форма Находится Вот здесь У него Там По-моему Достаточно Обширное Такое Остекление Соответственно Ну там Оно Как опциональное Вроде его Как можно Открывать Да Вот Вот здесь На общем Виде Хорошо Видно Что Я только Вот Не помню Как этот Элемент Он Прячется Внутри Как-то Или Он Все время Открыт То есть Такая Достаточно Интересная Компоновка Обзорных Устройств Для Именно Водителя На Страйкере На этой Модификации То есть Видно Что есть Как и Перископ И вот Здесь Да Лючок Так И вот Достаточно Вот эта Большая Такая Конструкция Да В виде Прям Вот Непосредственно Прям Окон Буквально Водительских Только Я вот К сожалению Не помню Убирается Ли Вот Эта Часть Вниз То есть Есть По-моему Такое Ощущение Что Что Вот Эта Часть Должна Вниз Убираться При Закрытии Люка Но Честно Говорю Я вот Не помню Но Опции Нам Такой Не Дается Может Быть Она И Не Убирается Ну Как бы Иначе Непонятно Зачем Делать Такое Количество Собственно Перископов Если Соответственно Оставлять Вот Эту Всю Гигантскую Гигантское Остекление Ну Вполне Возможно Что Это Этот Механизм Ну Как бы Я вижу Просто На фотографиях Некоторых Других Моделей Страйкера Видно Что Вот Эта Часть Как будто Выбрана Вниз Да И Торчат Только Перископы Ну Скорее Всего Я подозреваю Что Опционально На Реальной Машине Вот Эта Часть С Таким Остеклением Для Водила Она По-моему Вниз Убирается Все Так И остаются Для боевого Положения Перископы Но Вроде Как Нам Трампетер Такой Опции Насколько Я понимаю Не Дает То есть Скорее Всего Наверное Все Так Ну Или Дает Сейчас Посмотреть Надо То есть Вот У нас Это Все Собирается Тут У нас Маски Как раз Под Остекление Должны Применяться Обширные Хорошо Кстати Что Они Есть Значит Опции 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 Ну Вот Написано Что Это Опция То Есть Тереки Так Я Понимаю Да В Принципе У Нас Наверное Вроде Бы Как Вот Здесь Написано Что Это Опция Хотя Здесь В принципе Нарисовано Только Один Вариант И Дальше Везде Нам Вырисован Только Вариант С Ну Хотя Нет Не Везде Не Везде У нас Это Нарисовано Тут Конечно Да Вот У Трампетра Не Очень Понятная Инструкция В том Плане Что Они Могли Четко Разделить Если Это Два Опциональных Варианта Что У нас Либо Закрытые Приборы Ну Походные Скажем Так Приборы Наблюдения Окна И Закрытые Почему Нельзя Было Явно Написать Что Как бы Конкретно Показать Что Это Первый Вариант И Второй Вариант Вот Они Пишут Здесь Опция Но Я Так Понимаю Везде Вот Здесь У нас Нарисован Наверное Походный Везде Вариант Вот Здесь Походный 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 А Вот Здесь У нас Уже На Одной Следующих Страниц Инструкции Вот Тут Видите Уже Пропадает Вот Этот Элемент То Есть Я Так Понимаю Тут Дана Вот Конкретно Вот Здесь Дана Опция Для Боевого Варианта То Есть Когда Прячется Все Это Остекление Убирается Внутрь И Соответственно Как Это Называется Остается Только Перископ То То Боевое Положение Ну Так Трампитер Поступил Но Я Так Понимаю Если Разобраться Хорошо С Видно На Поход Придется Посильнее Полозиться Тут Остекление Маски Есть Дополнительно Там Вот Это Все Надо Будет Прокрашивать Вот Это Я Понимаю Держатели Не Помню Что Это Такое Кстати Говорю Не Знаю Для Чего Эти Штуки Написано Кстати Что Они Типа Их Клеить Не Ну Та Самая Склеивать Не Нужно Что Именно Они Тут Хотели Показать Тем Собственно Вот Этот Драйверский Люк Который Собственно У нас Вот Так Вот Он Ставится То Видите Как Получается Интересно То Есть Люк Как Бо Один А Вот Так Понимаю Может Либо Открываться Подниматься И В комплексе Работать С Этим Обширным Остеклением Либо Опускаться Все Это Убирается И Остается У нас Только Перископ Сверху Забавная Система Вот Это Я Реально Не Понимаю Что Это За Карданы За Стойки Такие Сбоку У нас Приделываются Но Это Уже Надо Прям Хорошо Мачать Чтобы Прям Понимать И Значит Стыкуется У нас Верхняя И Нижняя Части В этой Ну Вот Передняя Бронировка Которая На стыке Устанавливается Которая В принципе Должна Стык Хорошо Скрыть У нас И Продолжаем Мы Дальше Значит Опционально У нас Я так Понимаю Ну Вот К сожалению Не помню То ли Здесь Выхлоп У двигателя Установлен По моему Это Все Таки Должен Выхлоп Быть Это Не Воздухозабор По моему Это Выхлоп Но Я могу Ошибаться Ну Это Какой То У нас Дополнительный Непонятно То ли Кожух То ли Фильтр Ставится В зависимости От того То ли Это Выхлоп То ли Это Воздухозабор Опционально Может быть Для каких-то Песчаных Условий Не знаю Еще Совсем Мало Деталировки Значит Какие Дополнительные Крышки Дополнительное Ограждение Я так понимаю Приборов Сосветительных Дано Из пластика Исключительно У нас И значит Что у нас Дальше Получается Еще По вооружению Вооружение Собирается Отдельно На Страйкерах Конкретно Этой Модификации Используется Дистанционно Управляемая Установка Пулемет Браунинг М2 Насколько Я помню Соответственно То есть Огонь Может вестись Изнутри Управления Огнем Без Собственно Покидания Ну Без открывания Люков Собственно Хотя Тут есть Как бы Ну Вот Соответственно Пулемет Есть Кстати Опции На вооружение То есть Помимо Пулемета Я так понимаю Может быть Дана Вот Насколько Я так Понимаю Это Автоматический Гранатомет По моему МК-19 Он называется Соответственно Ну Тут довольно Много Большая детализация Этой установки Орудийной Тоже Используются Детали Из Фототравления Безальтернативные Ну И соответственно Я так понимаю Подвижность Пулемета Тоже Вроде Как Будет Сохранена То есть Вот Здесь Вот Мы Не Клеим Соответственно Вверх Низ Может Будет Это Все Покрутить Ну И Вправо Влево Тоже Наверное Если Не Если Необходимо Значит Это Все В сборе Устанавливается На машину Это Орудийная Скажем Так Ну И немножко Тут Появляются Зеркала У нас Заднего Вида Соответственно Ну Я так Кстати Понимаю Что Зеркала У нас Пленки Зеркательные Не будет Для симуляции Но В принципе Наверное Зеркала Заднего Вида Тут Исколь Фитно Краской Подрисовывать И Соответственно Приближаемся Мы к концу Где у нас Всяческая Такая Уже Начинают Аксессуары Да Вот Как раз Появляется То Что у нас Трампетр Дает Как Привезные Какие-то Ремни Причем Дает Он Конечно Довольно Туманно Потому что Вот он Рисует Нам Собственно Что у нас Есть Ремни Рисует Что Закатывать Мы их Должны С помощью Карандашика Условно Вот что-то Такое У нас Должно Получиться Но Конкретно Что именно Он этими Ремнями Хочет Детализировать Я вот Лично Не понимаю То есть Вот Нарисована Машина Нарисованы Готовые Ремни Собственно Куда Девать Эти Ремни Дальше Ну Как бы Не указано Почему-то Вот этот момент Они как-то Выпустили То есть То ли нам Привязывать Какой-то Скарб Дополнительный Этим Ремнями То ли Нам Где-то Повесить На машину Ну Вот Этот вопрос Как-то Про Разводитель Упущен Вот Китайцы Почему-то Любят Пропускать Вот эти Все Моменты Типа Зачем Париться Экипаж Машины Кстати Да Я почему-то В общем-то Был уверен Что у машины Должно быть Два человека Экипаж Но вот Здесь у нас Дает Три человека Экипаж Кстати Посмотрите Только на эти Рожи Вы только Посмотрите На эти Хари Какие Трампетерные Инструкции Нам нарисовал Очень забавные Предлагают Нам Паттерны Камуфляжа Кисточкой Отрисовывать Сразу Дана схема Окраски На Хобби-босс Хобби-кор На Ганзу Ну Наличие экипажа Это в принципе Круто Да Как раз Если хочется Открыть люки Они как раз Закроют Это самое Отличие Отсутствие Внутренки Полное Я так понимаю Впереди У нас сидит Водитель Вот это У нас Наверное Ну Кстати Не знаю Кто это Тут Кто-то из них Командир-стрелок А кто-то Командир Собственно Не совсем Понятно Кто есть Кто Соответственно Вот так И заканчиваться У нас Этими самыми МРЕ Бумажками Которые У нас Вложили Они предлагают Нам По каждой Определенной Схеме Сложить Эти Бумажки Сделать Из них Коробочку И вот Такой Штапель Собственно Получить И Раскидать Его На броне Дескать Такая У нас Была Диорамка Где На Страйкере Везут Собственно Это Самое Еду Еду Собственно Своим Солдатам Везут Погрузив Ее На крышу Машины Так Очень Достаточно Длинная Такая Инструкция Смного Всяких Приколов Нюансов Но Вот Еще Есть Типичная Трампетровская Схема Макарски На Один Вариант Без Какой Либо Абсолютно Привязки К Части К Театру Войных Действий Году То есть Ну я Подозреваю Что это Некий Абстрактный Скорее Все Американский Американский Страйкер Ну В Ну В Каком Камуфляже Наверное В европейском Я не знаю Я не помню В Афганистане По-моему Пустынный Красили Страйкеры Насколько Те же надо Как бы Выяснять Потому что Вот Не дает нам Производитель Четких указаний Как я уже сказал Краски даны На Мистер Хобби Соответственно Там На Ганзу На Акрилы И на Нитрокраски На два варианта На Сина Эйч серию Также даны Аналоги На Валеха На Моделмастер На Томию Ну не все краски Даны На Хамброу Ну и схема Размещения декалей Тоже вот здесь Находится Достаточно На наборе Достаточно Много На самом деле Различных Вариаций Декалей Которые Абсолютно Опять же Не привязаны К конкретным Частям Что как бы Нехорошо Потому что Вот видно Что Я так понимаю Вот эта вот Формула Арифметическая Нам Должна Показывать Что Декали Как бы Опциональные То есть Дано Видимо Много Вариантов Можем Видимо Выбирать Какие из них Собственно Клей Ну Накладывать На модель Но Как бы Как их Сочетать В каком Порядке Какой Части Какому Прототипу Какой Набор Декали Относится Ну Абсолютно Непонятно Ну Это Обычная Для Трампетера Вещ Как бы Они Особо Не то Чтобы Париться Как Их Абибос Значит Что По Пластику Крупные Детали Значит У нас Верхняя Часть Корпуса Довольно Таки Сложный И веселый Рельеф У нас Тут Видно Отлита В принципе По Трампетеров Ски Вроде Как Нормально Единственное Грязновато Только Немножко Пластик Подзаляпался Маслом Наверное После Придсформ Или Что-то Такое Дефектов Каких-то Я Вот Ну Прям Явных Не Вижу Деталировка Присутствует Ну Соответственно На Отливках 2000 А Нет Года У нас На Литье Ничего Не Могу Сказать Прям Сложить Можно Буквально В руках Вроде Как Б И Все Сходится Вроде Ничего Ничего Никуда Не Поехало Не Не Свернулось Винтом И Как Тому Должно В принципе Совпасть Нормально Так Пластик Которого Довольно Таки Довольно Много 400 С плюсом Деталей Как нам Писали На Коробке Соответственно У нас Детали Одинаковые Литники С ходовой Частью Да Литники Абсолютно Одинаковые По ходовой Части В принципе Да Вот Даны Детали Дисков Все Такое Типично Трампетерское Передние Ну Внешние Детали Дисков Собственно Тоже Деталировка Тут Болтов Всяческая Вот Эта Штамповка И так Далее Очень Много Деталей Собственно Под Ходовой Подвески Рычаги Вот Эти Всякие Всяческая Подвеска Достаточно Сильно Детализирована Поэтому Как бы Тут Этого Всего Много Литье Такое Типично Трампетеровское Ничего Такого Прям Не скажешь Плохого Как бы Я не вижу Ни облоя Ничего Такого Но в принципе Особо на Трампетере И на более Старых Даже В моделях Ничего Такого Обычно И не встречается Ну так же Вот Канистры Вот эти В принципе Похожи Как они Делались На Команда Только Единственное Тут Да Канистры Просто Две Детали Никакие Крышечки Не надо Туда Вручную Приклеивать Ну В принципе Вот Что сказать Еще Типичное Трампетеровское Литье 2000-х Годов Так Что еще Из крупного Из крупных Литников Здесь У нас В основном Сосредоточены Детали Я так понимаю Уже По корпусу Два Два литника В одном Пакете Вот Кормовая Собственно Броневая Деталь С проемом Пада Парели Ту самую Опции Кстати На открывание Парели По моему Нет Ну что Логично Так как Десантное Детализировано А вот Это по моему Сама Парель С дверью Дополнительные Броневые Там вот Эти самые Панели Вот это По моему Как раз Детали Если я не Ошибаюсь Люк Водителя Вот Вот видно Вот видно Вот видно Что как раз Перископы Есть Но прозрачных Деталей Нам Не дали Для симуляции Это все Просто Пластиковая Штамповка К сожалению То есть Соответственно Там либо Что-то наклеивать Либо краской Подкрашивать Ну как Есть Так Есть Очень много Тут всяческой Мелочевки Вот Всяческой Которой Ну Паралит Вроде Неплохо Ну Дополнительная Бронировка Вот вся Такие Характерные Такие Вот Не знаю Болты Как бы Какие-то Соединения Таких Очень много На страйкере Прям вот Очень характерно Для его Корпуса Наличие Таких Вот этих Пупырок Везде Прям Да Значит Вполне возможно Что это как раз Дополнительные Керамические Эти пластины Так крепятся А может быть И нет Может быть Я ошибаюсь Ну Как бы Типичное Трампетровское Литье Опять же Ничего Не могу Плохого Сказать По крайней Мере Может быть Ажурности Не супер Офигенная Хотя Мелочевки Много Но По крайней Мере Никаких Явственных Дефектов Не наблюдается Так же Как собственно И здесь Ну Вот Это Та самая Корзинки Условные По бортам Которые У нас Да Кстати Говоря Будет Скарб Собственно Для детализации Этой штуки Корзинки Они сделали Не из Фототравления А из Пластика Ну В принципе Вот Такое Решение Возможно Конечно Тут Просилась Фототравления Но В принципе Не стали Нас мучить Сделали Из Пластика Ну И еще Дополнительная Какая-то Деталировка Всяческие Скубы И мелочевка На Корпус В основном Здесь Присутствует У нас Вот Такой Вот Собственно Такие Вот Литники Что По Более Мелким По Менее Крупным Точнее Говоря Литникам У нас Остается Вот Еще Отдельно Да В этом Наборе У Трампетра Травится В один Пакетик Подвалитник Упаковывать Значит Здесь Опять же Детали Собственно Крыши Десантного В основном Отделения Собственно О чем я говорил Они тут Раздельно Даны Соответственно Люки Отверстия Под люки Ну В принципе Я не знаю Есть ли на Страйкер Антислип Какой-то Или нет В принципе Это все Гладкое То есть Если он и есть То его симуляции Никакой Нет Ну вот Тоже Задняя часть Крыша Тут Тоже Два Лючка У нас Тут Собственно Лючок То ли Командира То ли Водителя То ли Командира То ли Стрелка Вот Конкретно Не помню Соответственно Вот Эта Деталь Ограждения Этого Самого Лючка И приборов Наблюдения Ну Собственно Сами Люки Еще Какая-то Мелочевка В принципе Везде Детализация Плюс-минус Ровная И опять же Никаких Особо Принципиально Специальных Замечаний По пластику Нету Ну Вот Опять же Да Тоже Боковые Вот Эти Панельки Дополнительные Где-то Там Ставятся Эта Самая Деталь Которую Я так К сожалению Не уверен То ли Воздухозабор То ли Выхлоп Соответственно Она по-моему Должна Отравлением Прикрываться Ну Не помню Конкретно Что там У нас Это ограждение Фар По-моему Дано У нас Пластик Исключительно Ну Передняя По-моему Деталь На стыке На нос По-моему Ставится Если я ничего Не путаю Может и нет Ну И действительно Вот эти Везде Панельки Вот с этими Вот с этими Самыми Болтовыми Немного Какими-то Соединениями И Остается У нас По пластику Немножко Собственно Вот это У нас Литник Я так понимаю Уже не Частично По машине Частично По Экипажу Здесь в одном Пакетике У нас Сосредоточено Это все Так Значит У нас Тут Маленький Литничек Это конкретно Вооружение То есть Установка Вот это Где опционально Либо Автоматический Гранатомет Либо Пулеметом 2 Соответственно Ну Дымовые Я так понимаю Что это у нас Или это у нас Боекомплект Либо это Дымовые Гранаты Ну Точнее Мортирки Вот эти Мелковаты Они Для Мортирок Дымовых Ну Да Вся Установка Дистанционного Управления Она На одном Литнически Сосредоточена Пулемет Конечно же Ствол Как видно На наборе Вообще По-моему Никакого Многоразъемного Литья Насколько я понимаю Не используется Соответственно Пулемет Никакого Отверстия в стволе Нет Это все Просверливать Нужно будет Собственно Ну и Кранатомете Та же История Тут Вот так Вот Так На Литнике С экипажем Соответственно Тут у нас Голова Отвалилась Одна Из Голов Так Неплохо видно Наверное Но Осталось В пакете Соответственно Вот у нас Что по экипажу Ну я так понимаю Обмундирование Скорее всего Дано Где-то Наверное На Начало Нулевых На вторую Наверное Иракскую Компанию Если они там Конечно Все достоверно Показали Но Не то чтобы Прям сильно Уверен Ну фигурки Как фигурки Как бы Ничего по ним Особо сказать Не могу Вот они есть В принципе Это хорошо Что они есть Вроде бы В масштабном Тридцать пятые Как бы Ну в принципе Сойдет Лучше чем Когда их нет И Собственно Из пластика У нас Вот этот Литник Который Я по моему Не обратил На него Внимания Я даже Не уверен Был ли он Перечислен В Раскладках Литников Это у нас Дополнительный Скарб Собственно На машинах Типа Страйкер Частенько На реальных Фотографиях Видно Что там Экипаж Или может быть Десант Часто Развешивает Свои Свои Какие то Вот Вещь Мешки Скатки Рюзаки На Внешних Какых Вот этих Держателях Машины Собственно Незагромождает Десантное Отделение И вот Собственно Нам для Детарировочки Два одинаковых Литника Данные Где у нас Собственно Рюзаки Видно Какие то Походные Скатки Дополнительные Там Меньшего Размера Рюзаки То есть Это всегда В принципе Радует То есть Как бы Можно И Собственно Без Допов Каких то Докупки Детализировать Свою Модель Так Что У нас Деталировки Деталировки Обширного Обширного Остекления Собственно Походного Положения Скажем Так Водительского Люка С дворником Отдельно Тут В пластике Еще С какой-то Мелочевкой Вот Собственно Вот У нас Сюда Прозрачка Устанавливается Отдельно Дано Вот Это Вот Все Я Понимаю Насколько Это Опциональная Деталь В принципе Потому Что Можно Делать Вот Закрыто И вот Эти Вот Я не знаю То ли это Буксировочные Приспособления Возможно Для какой-то Сцепки Вот Эти Вот То ли Для чего-то Еще Держатели Тут В принципе Я не шарю Но Они Тоже Вынесены На Отдельно Литничек Так Ну Вот Это Самая Забавная Штука Это С чего Нам Предлагают МРЕ Собирать Ну Я Думал Это Более Картоноподобный Материал Но Это По Абсолютно Такая Вот Хляпенькая Я даже Не знаю Можно ли Собрать Из этого Коробки Ну Можно Попробовать По крайней мере Если Это Нужно Прозрачные Детали Соответственно Вот Это Собственно В основном Тут Два Микролитничка Таких В основном На одном Я так понимаю Это Обширное Остекление У водителя Соответственно Вот Эта Часть Кстати Не очень Понятно Она Как-то Взаимозаменяемая Или она Просто Встраивается За ту Деталь Которая Пластиковая Была С проемом Водительским Вот этим Большим Ну И детали Тут Тоже Немножко По-моему Водительского Светительные Приборы Перископов Нет Да Прозрачка Есть Но Перископы У нас Даны Глухим Пластиком Значит Что еще Фотоотравление И Так Фотоотравление И У нас Здесь Потерял Где-то Декали Да Нет Декали у нас Один Значит Тут у нас Фотоотравление Тоже типично По-трампетровски Упакованное Я не думаю Что есть смысл Его вскрывать В основном Здесь Решетки Выхлов По забору Воздуха Там Ну и еще Там Кожухи Какие-то Для ходовки Мы там Видели В общем Не то чтобы Сказать Что бы мало Достаточно Крупные Подравленные Детали Значит Покрышки Колеса Резина Такой Подобный Материал Можно Я думаю В принципе Их Открыть Потому что Не очень Хорошо Видно Такой Такие Интересные Достаточно Формы Пропечатан Мишлен Кстати На Покрышках Вот здесь Это видно Не часто Кстати На Старом Петер Балует Какой-то Каким-то Литьем Каких-то Маркировок На покрышках Какой-интересной Такой Вздутенькой Формы Они вот здесь Система Кстати Подкачки Шин В машине Присутствует Ну вот Такие покрышки Кстати Не совсем Даже Халтурно Сделаны Мишлен Вроде Даже Правильно Написан Если Особо Не углядываться И Собственно Финальный Пакетик Это у нас Понимаю Бумаженцы Дополнительные Коих у нас тут много Внезапно Образовалось Одна из них Собственно Декаль Потипично По Трампетеровски Упакованная Очень 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 Аккуратно Упакованная Это Та самая Декаль Достаточно Много Тут всяческой Технички Реально Прям Много Я так понимаю Это на разные Варианты Машин Как минимум Скорее всего На три Разные Машины То есть Реально Много Технички Ну казалось Броневик Номера Даны Вот На целых Четыре Как бы Варианта Ну Как бы Вот К сожалению Как я уже Сказал По схеме Окраски К сожалению Без дополнительных Каких-то Поисков Розысков Абсолютно Непонятно Какие наборы Декалей Собственно На какую машину На какой Прототип Идут Вот это Кстати Большой минус То есть Дает Такую Обширную Декаль Но К сожалению Абсолютно Никакой Сопроводительной Документации К ней не дают Вот Это Те самые Привезные Ремни Которые Я так понимаю Сделаны В виде Наклеек Просто Какие-то Наклеечки Что-то Они нам Предлагают Тоже Не совсем Понятные Индуструции Как именно Нам их Использовать Забавно То есть Там Почему-то В этом Наборе Решил Много Всего Такого Забавного Веселого Положить Но Не особо Озобачивая Собственно Как досконально С этим Работать Что Что Именно Нам С этим Делать Ну И Окрасочные Маски Тоже Достаточно Редкий Гость В Трампетровских Наборах Тут Они Есть На Специальной Подложке Значит Что Как говорится Подведем Итоги Подведем Итоги Набор Не очень Дорогой К сожалению Не помню Насколько Я его Покупал Но Вот У нас Тут Достаточно Много Всего Много Всяческой Деталировки То То Есть Тут У нас И Утравление Нам Нам Дали И Как бы Окрасочные Маски Нам Даже Дали И Что Нам Еще Дали Да Даже Какие Бумажки Для Прифизных Ровнений Нам Даже Коробки Под МРЕ Дали Тип Сиди Складывай Склеивай Но К сожалению Почему Забыли Например Банально Дать Остегление Перискупов Такой Вот Неоднозначно Да Набор Вроде Как бы Много Всего Вроде Как бы Детализированный Но Мелочевка Вот Это Как бы Недоработчика Она Картинку Слегка Портит Так А в основном В принципе Типичное Трампетровское Литье В принципе Все Достаточно Качественно По Трампетровски Так бы Ну Вот Такой Вот Наборчик Страйкер М11 26 26